МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так, сегодня у нас тема занятий «Экономический фундамент победы в СВО, специальной военной операции». Читает кандидат экономических наук Виктор Иванович Голко. Добрый вечер, дорогие товарищи. Прошло, уже идет девятый десяток после начала Великой Отечественной войны. В следующем году будем праздновать победу. Будет у нас 84 года, если не ошибаюсь. В той войне... Нет, 84 года сначала, конечно, сначала, да. Той войны, в которой победу одержал Советский Союз. Победу он одержал над фашистской Германией, ее сателлитами. История во многом повторяется, как говорили классики, своеобразный виток по спирали. Сейчас уже буржуазная Россия ведет специальную военную операцию. Идет борьба с американским фашизмом во внешней политике на Украине и бандеровским национализмом. На кону стоит вопрос, будет ли Россия самостоятельной или будет расчелена на куски. Но вот вернемся к Великой Отечественной войне. Мы знаем славные победы на полях сражений. Там Сталинградская битва, Курская битва, последующие великие сражения. Но эти победы были обеспечены победой в тылу. Вот говорят, что коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны был дан фактически в 43-м году. Именно тогда, когда был совершен переворот, переискот на военные рельсы, все экономики Советского Союза стали выпускать вооружений больше, чем фашистская Германия со своими сателлитами. Ну и, понятно, факторы. Если в общем плане говорить, это социализм как более передовой строй, более прогрессивный строй по отношению к капитализму, который дает более высокую организацию общественного труда и так далее. Он обеспечил нам, и эта победа была обеспечена в том числе и прежде всего системой государственного, планово, централизованного управления экономикой. Государственного – это диктатура пролетариата. Планово централизованная, она базировалась на общественной собственности, на средства производства. Ну и, понятное дело, героизм трудящийся, который имел экономическое в основании, в виде цели социалистического производства, ну и той же стокой необходимости. Примеров масса, как за кратчайший срок перебазировались огромные заводы. Я напомню один пример, поскольку он будет касаться и современности. В Москве был построен, функционировал завод имени Сталина, который выпускал автомобили, грузовые автомобили ЗИС. Я думаю, многие помнят. Так вот, после того, как фронт стал приближаться к Москве, было принято решение Государственным комитетом обороны перевозировать этот завод в Ульяновск. Ну вот не успели они переехать туда. Станки, тепло, что их ехали рабочие семьями. После этого команда ехать дальше, на Урал, в город Миас. И вот там уже были проведены основные работы. Все делалось, как говорится, параллельно, чуть ли не в чистом поле. И через год завод стал выпускать эти так нужные фронту автомобили. А что сейчас с Россией? Ну давайте оценим. То есть, понятное дело, если побеждать ВСВО, необходимы определенные объемы и качества вооружений. Как же без них быть? И кто обеспечивает вооружение? Наша промышленность, наша экономика. Давайте сравним экономику России и экономику, ну понятное дело, мы киевский режим отбросим. Отбросим, а те, кто стоит за ним, это Соединенные Штаты Америки и Государство НАТО. Там наберется порядка 50 стран, сателлитов, американского финансового капитала. Я не ошибусь, если на скидку скажу, соотношение 1 к 10, не в пользу буржуазной России. То есть, что получается потенциально, если наша экономика, наша промышленность может произвести, скажем, одну ракету в день, то предстоящий государство 10, если у нас один танк, там 10. Вот такая простая арифметика. Это с одной стороны, и я не беру еще и уровень производительности труда, который у нас в 5 раз ниже, это официальные данные, чем в Соединенных Штатах Америки. Ну, а как так получилось? Вот, что называется, довели до ручки нашу экономику, хотя РССР, ну, я же не говорю об СССР, была высокоразвитая, обобщствленная экономика. Ну, вот есть такая организация, Торговая и Промышленная Плата Российской Федерации, это орган класса буржуазии, крупных капиталистов. Я, по-моему, эти данные приводил, но повторю. Даже их представители, представители российской буржуазии вынуждены признать, что за 30 лет мы, ну, то есть Россия, потеряла примерно половину той промышленности, которая досталась нам от Советской России. Вот, как говорится, факт. Но, с другой стороны, мы же диалектики должны понимать, что это только вот одна сторона, а где другая? Другая следующая. Но если половину потеряли, другая половина, слава богу, осталась. Это раз. Во-вторых, хоть что-то там делалось. Вот это первое замечание. Второе. Совершенно понятно, что в буржуазной России нельзя применять те методы управления экономикой, которые способен социализм, социалистический строй. Но в развитой капиталистической экономике, ведь капитализм тоже определенная форма развития производительных сил, но более развитый по отношению к феодализму, это однозначно. А, скажем, государственный монополистический капитализм однозначно более развитый по отношению к капитализму, свободной конкуренции. То есть что-то прогрессивное и передовое капитализм обеспечить может. Ну, давайте начнем, как говорится, по порядку. Ну, прежде всего, что должно быть? Какой-то план развития страны. В феврале месяце у нас была лекция. Мы рассматривали единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на планный период до 2030 года. Я взял только первый листик. Мы, кстати, его рассмотрели вместе в этой аудитории и перешли к очень простому выводу, что никакого единого плана на самом деле сегодня в России нет. И в принципе не может быть. Но как можно говорить об едином плане, когда экономика частная? То есть основана на частной собственности, на средства производства. В лучшем случае можно говорить о прогнозе, о программе и так далее. Но что-то сделать можно, конечно. Но прежде всего, есть государственный сектор экономики. Государственный сектор – это где функционируют предприятия государственные. Государственные, ну, принадлежащие классу буржуазии. Совокупного класса буржуазии. В рамках государственного сектора экономики можно установить план? Конечно, можно. А что делать с частными предприятиями, с частными капиталистами? Вот этот же самый капитализм, развитый монополистический капитализм, создал, придумал эти формы взаимодействия. Это государственный заказ. То есть буржуазное государство, исходя из своих интересов, исходя из потребностей, как они считают нужным делом, государственный заказ капиталистам. Оплачивают его, может быть, более выгодно, чем сейчас. Дают какие-то гарантии. И вот получается нечто единое. Это первое. Значит, это можно сделать? Конечно, можно сделать. Второе. Есть понятие программы. Программа – это когда берется кусочек, какой-то кусочек экономики, и государство составляет план развития этого кусочка. Финансирует, взаимоввязывает все эти цепочки, поставок. Получается программа. Я на своих лекциях приводил эти примеры. Какое соотношение, скажем, вот этого программирования экономики в Соединенных Штатах Америки, которая является лидером империалистического мира, и Российской Федерации. Значит, в одном таком хорошем исследовании, которое делали ученые Института США и Канады, нашего, российского, приводится такая цифра. Это издание было второе в 2010 году. В Соединенных Штатах Америки функционирует две тысячи государственных программ. По разным видам деятельности. То есть экономические, природоохранные, социальные и прочее, прочее, прочее. В России вы можете зайти на сайт, вот есть такой сайт, федеральные программы. Их не более 50. И причем я не уверен, что все они финансируются. Ну вот соотношение. Соотношение к чему придем. Ну что-то сдвинулось. Вот должно что-то такое было свершиться, чтобы в головах нашей буржуазной власти произошли известные перемены. Это свершилось. Вот специальная военная операция, фактически военные действия, которые ведутся на территории бывшего СССР. Поэтому те либеральные догмы, которые господствовали. Либеральный догм очень простой. Государство не должно вмешиваться в развитие экономики. Если оно вмешивается, это плохо. Вот сами капиталисты должны между собой решать. В ходе конкурентной борьбы все будет хорошо. Нет. Нет. Сам капитализм достиг той ступени развития, когда эта свободная конкуренция уже наступила в противоречии с процессами обобществления и монополизации. И нужны программы. Ну что, вынуждены стали делать. Я приведу цитату одного буржуазного деятеля, вице-премьера нынешнего правительства, господина Мантурова. Она очень такая показательная. Вот он относительно недавно заявил. Мы живем в рамках государственной программы вооружения плюс перспективной программы, которая должна будет утверждаться в следующем году на период 2025-2034 годов. То, значит, никаких программ не нужно, никаких планов не нужно. А теперь вот здесь вынуждены пошли на это. И перспективы, посмотрите. Ну, с 2025 по 2024 год 9 лет. Конечно, это не долгосрочный план. Ну, на среднесрочный, конечно, тянет. По оценкам Мантурова, по ряду позиций российский оборонно-промышленный комплекс нарастил производство за два года в 10-12 раз. Наряду с этим объем гособоронзаказа в уходящем году увеличился в два раза по сравнению с прошлым. Значит, оборонные заводы в ходе СВО перешли на двух- и трехсменный график работы. Многие предприятия значительно расширили штаты и закупили новое промышленное оборудование. Вот я беседовал с одним товарищем. Он работает в Нижнем Новгороде на крупном оборонном заводе. Занимался, с точки зрения капитализма, был, как говорится, на передовой. Занимался сбытом продукции, закупкой. Сделать сейчас нельзя, как же так. Вот, говорит, работал уже больше 10 лет. Его отдел, вот, был начальник отдела. И, говорит, два специалиста. Говорит, никогда не давали. И вдруг вызывает генеральный директор и спрашивает, сколько тебе нужно? Он говорит, вот столько. Ему дали. Теперь мне 15 человек в штате. То есть жизнь заставляет. 10 лет пальца о палец мне ударили, вдруг резко, скажем так, меняют позицию. Ну, жизнь заставляет. Так. Значит, по данным Минобороны Российской Федерации, отечественная оборонная промышленность в разы увеличила выпуск боеприпасов и многих видов военной продукции. По ряду направлений показатель роста составил 7-8 раз. Ну, вот такие дела. О чем это говорит? О том, что наряду с негативными тенденциями, есть и позитивные тенденции. И понятное дело, что все это идет в борьбе. Пока вот, по данному вопросу, мы имеем следующие факты. Соответственно, объем промышленного производства, который все 30 лет, я специально ввел статистику, почти с 90-го года, и у меня всегда выходило, как не беру, что больше 85-90% объем промышленного производства буржуазной России никогда не поднимался от того уровня, что было в РССР в 90-м году. Как они не старались? Это за 30-то лет, когда горы можно свернуть. И сейчас, по-моему, не достигли. Но, во всяком случае, темпы роста промышленного производства в этот год и в прошлый год, они, конечно, положительные. Ну, вот пример, который я вам приводил по поводу автозавода «Урал». Вот конкретный пример, история показательная. Значит, в 90-м году, даже в 91-м, было выпущено 31 тысяча автомобилей. Ну, «Урал» – это грузовые автомобили, которые работают и в народном хозяйстве, и служат в армии. Я, когда служил в СССР в 81-м по 83-й год, в артиллерийской части, вот наши гаубицы «Д-30» таскали. «Урал» – замечательные машины. Везде проходили. Ну что, наступила перестройка, буржуазная реставрация. И завод сократил производство в 12,6-х раз. То есть на порядок с лишним. То есть еле-еле душа в теле. И так вот он чуть выше, чуть ниже все эти годы, ну, десятилетия фактически, и жил. Ну вот наступило СВО, видимо, поняли, что никуда нам нам не одержать победы, и вообще не сохранить страну и без автомобилей. Ну, вот такая статистика. В 22-м году на автозаводе было собрано уже 10 тысяч грузовиков, в 23-м – 14 с лишним тысяч. И в этом году планки составляют почти 20 тысяч автомобилей. Ну вот, 78 автомобилей в сутки. Ну, такие дела. Понятно. Это первое. Второе. Ну вот, для того, чтобы поднять и осуществить, скажем так, планы, программы, нужно финансирование. В чем громадное финансирование? Вот интересный вопрос, что у нас с этим состоит. Я напомню элементарные, так сказать, простые истины. Здесь не нужно быть глубоким экономом, можно и капитал Марса особо не считать. Это знает любой капиталист, который ведет дело. А в дело он пускает. Средства производства, с одной стороны, станки, оборудование, с другой стороны, рабочую сель. Станки изнашиваются в процессе функционирования. И по мере износа, когда они изнашиваются совсем, их надо заменить на новые. А где взять деньги? Вот капитализм выработал такую систему, такой механизм. Это амортизационное отчисление. Значит, правительством Российской Федерации установлены нормы амортизационных отчислений. Ну, по-простому. Капиталист купил станок, который за миллион рублей. Он служит 10 лет. Значит, на него установлены нормы амортизации 10%. Это означает, что каждый год капиталист должен учесть эти 100 тысяч рублей амортизационных отчислений и вложить их в свои издержки производства. И что они делают? Ну, делают бухгалтера, понятно, по команде капиталистов. А издержки производства к издержкам производства добавляется прибыль, получается цена производства. Вот по этой цене реализуется продукция. Капиталист получает деньги. Он получает вот эти самые выручку. И в этой выручке сидят амортизационные отчисления. И что он должен сделать с этим 100 тысячами рублей? Он должен поддержать в банке. Потому что станок, если служит 10 лет, и он не собирается там проводить ускоренную амортизацию, он должен поднакопить этот миллион рублей, чтобы через 10 лет восстановить и купить новый станок. Это вот с одной стороны. С другой стороны, амортизация обеспечивает только простое воспроизводство. То есть без расширения. А капитализм вообще расширяющийся. За счет накопления. Как осуществляется это? За счет накопления. Источником накопления является прибыль, которую получают капиталисты. Ну, понятное дело, что часть прибыли не должны направить себе на приобретение чего-то. Без чего они не могут быть. Мы это дело святое берем. Ну, а часть прибыли на накопление. Какая часть на накопление идет? Ну, это определяется вот конкретной обстановкой, конкретной стороны, ситуацией, конкурентной борьбой с другими государствами. Но если Российская Федерация отстала в промышленном развитии и по уровню производительности труда, я говорил уже цифру пять раз, по объему промышленного производства, значит, на накопление должно направиться больше. Ну, как минимум 50% прибыли. А вообще лучше и больше. И вот, получается, два источника. Их называют собственные средства капиталистов. Но амортизационное числение-то. Его средства, прибыль, по законам капитализма, он присваивает и получает. И что получается? Я веду статистику. Уже много лет. Сейчас я взял с 2007 года. Почему с 2007 года? Потому что здесь, получается, 13 лет. А вообще, для того, чтобы экономика любой страны не просто нормально развивалась, а как бы так, шла вперед, срок обновления техники должен быть 10 лет. Вот я взял 13 лет. И что получается? 16 лет. 16 лет, извиняюсь. 16 лет. За 16 лет наши капиталисты, речь идет о коммерческих предприятиях, конечно, создали амортизационный фонд свой в размере 93,8 триллиона рублей. Видите, какие цифры были? Я помню, еще 10 назад миллиарды писал, теперь уже триллионы. Понятно, делаем инфляцию. Поэтому все, что было раньше, оно сейчас абсолютно не играет никакой роли. Прибыль они получили 217 триллионов рублей. Вот я взял прибыль 50%, которую нужно направить на накопление. Получается 108,9. Все это суммируем. Получается, что у российских капиталистов сформирован фонд для развития, для восстановления основных фондов и накопления в размере более 200 триллионов рублей. Можно я говорю, скажем, триллион, как-то тяжело укладывается. Я знаю, что построить ветку метро, ну, еще 2-3 года назад цифру называли 300 миллиардов рублей. А здесь триллионы. Здесь можно столько заводов построить. Так обновить оборудование. Не снилось. Есть наш Росстат, дает еще такую статистику, цифру, сколько фактически направлено инвестиций в собственные средства. За этот период 104 триллиона рублей. Значит, вроде как, где-то должен быть остаток почти 100 триллионов рублей. Вопрос. Где он? Капиталисты у нас, люди, во-первых, они такие, не тропливые, надо подумать, правильно? Чего, куда торопиться-то? Тем более амортизация. Вот если он получил какие-то средства, не надо сразу покупать, надо подождать. То есть, по идее, вот эти средства, 100 триллионов рублей, должны находиться на депозитах, в банках, ночью. И ждать всего часа. Есть другая статистика, которая идет в центральный банк. Депозиты юридических лиц, всех юридических лиц, не только коммерческих организаций, но и государственных организаций, составляет 35 триллионов рублей. Есть еще 19 триллионов, это на счетах, но это, скорее всего, оборотные средства, которые нужно потратить сегодня, завтра на руту, заработные платы, на проведение сырья и так далее. Значит, разность почти 64 триллиона рублей. Ее нет. Мы понимаем, что все эти годы, все эти десятилетия экономика, российские капиталисты действовали по очень простому принципу. Вот они хапнули в ходе приватизации большие и малые заводы, нещадно эксплуатируют рабочих, нещадно эксплуатируют технику, если можно так сказать, получают прибыль и львиную долю отправляют в офшоры. Делегализуют и все же с концами. Если часть возвращается, то, дай бог, под видом иностранных инвестиций. Вот такая ситуация. То есть, можно сказать, что этих денег сейчас нет. Цифра 64 триллиона рублей. Ну и плюс из тех, что триллионов рублей прибыли, которые как бы идут на потребление, тоже значительная часть ушла в офшоры. Вот получается больше триллиона рублей. По курсу это 900 миллиардов долларов или триллион долларов. Поэтому не случайно вот эта цифра, как у меня сейчас получилось, она соотносится с теми цифрами, которые дают экономисты, в том числе передовые буржуазные экономисты. Тот же Глазев называет цифру триллион долларов. Один, так сказать, американские исследователи называют, 900 миллиардов. То есть, этих денег нет. Как быть? Ну, в свое время фонд Рабочей Академии, Попов Михаил Васильевич, вместе составили такой перечень мер по выходу России из безнадежного состояния финансовой и сырьевой периферии американского капитала. Отправили. Предложили установить норму амортизации, предусматривающую полное обновление основного капитала в срок менее 10 лет. В целях недопущения использования средств амортизационных отчислений предприятий на иные цели, сосредоточить их в государственном амортизационном фонде или на специальных банковских счетах, а также ввести уголовную ответственность за нарушение нормы амортизации и не сырьевое использование средств амортизационного фонда. Но, к сожалению, этот вопрос так и не решился. Вот так это и помест. А раз так повис, значит, будет процесс и будет продолжаться. То есть те средства, которые предназначены для восстановления наших заводов и его развития, значительной львиной доли будут по-прежнему уходить в офшоры. Это одна часть, скажем, финансирования, которая касается частных капиталистов. Ну, в порядке, чтобы меня не обвинили, что я односторонний, но все-таки 104 триллиона отправлены на инвестиции, то есть на восстановление основных фондов и на приобретение. То есть какой-то процесс идет такой противоречивый. Второе. Буржуазное государство. Вот удивительное дело. То есть государство, буржуазное государство наше получает, формирует, так сказать, бюджет государственный за счет налогов. И львиная доля получалась от того, что Россия экспортировала серьезно рубеж. Был специальный налог на добычу полезных скопаемых и еще часть. Вот посмотрите, какое действовало в десятилетиях правило. Вот те, которые находились у руля в российском правительстве, сторонники либерального направления, они придумали так называемую цену отсечения. Вот она так и называлась. Цена отсечения. Ну скажем, что это такое? Вот Россия, российские компании продают нефть за рубеж. Здесь у нас качают рабочие по трубопроводам через танк привозят за рубеж. А цена отсечения, вот, правительство устанавливало, скажем, 65 долларов. И если экспортер в силу определенной рыночной конвентуры и конкуренции получает больше, то вот все, что больше отсекалось, все, что больше считалось токсичными доходами, то есть ядовитыми. Ядовитыми в том плане, что вот их, по мнению этих либералов, находившихся в руле и сейчас по-прежнему находящихся, мы видим, их нельзя использовать в нашей экономике. Вот прямо удивительное дело, непонятно. И глупость сюда не назовешь. Ну, даже я возьму с точки зрения капитализма свободной конкуренции. Ну, вот конкурируют капиталисты. Сложилась такая конъюнктура, что кто-то получил не просто прибыль, а сверхприбыль. Ради Бога, честь и мой почет, с точки зрения буржуазных, сказать, требований. Так надо использовать ее. Если такая конъюнктура благоприятная, пожалуйста, эти сверхдоходы, если называть их сверхдоходами, пожалуйста, используйте на строительство заводов, на переоружение, на какие-то социальные задачи. Нет. А что делали? То есть их на бумаге признавали ядовитыми и токсичными. И чтобы здесь они не заражали нашу атмосферу, тут отправляли за рубеж. Куда за рубеж? Ну, соответствующие фонды, западноевропейские, американские банки. И как только эти деньги, а это же миллиарды долларов, евро, пересекали границу, они тоже переставали быть токсичными ядовитыми. И где они работали? Да там они работали. То есть они хранились там, в банках западных. И западные банки кредитовали своих там иностранных компаний. Вот такие дела. Значит, цифра, которая зависла, озвучилась, я думаю, все знаете, читали, называют цифру 200 миллиардов. Где-то 300. Но все равно колоссальная сумма. Если вы умножите по курсу, это получается половинный бюджет. Ну, скажем здесь вот, на сколько зависело? 64 триллиона рублей. Государственный бюджет у нас 35 триллионов. Почти два года. То есть отправлены деньги благополучно туда, из нашей страны, которые обеспечивают почти два года жизни сегодня. государства. Ну, вот в отношении этого вопроса он решился. Я как-то не могу найти упоминание, что сейчас вот эта цена отсечения действует. Ну, понятное дело, что требуются деньги для того, чтобы финансировать гособоронзаказ и много чего другого. поэтому все, что сейчас получается от доходов, те доходы, которые получаются от экспорта газа и нефти и других сырьевых продуктов, вот они, видимо, все идут на инвестирование. я приведу некоторые цифры. Росстат дает такую статистику, называется инвестиция в основной капитал в Российской Федерации. Вот если посмотрим последнее десятилетие, вот как это, там, одиннадцатый год, одиннадцать триллионов рублей было отправлено на инвестиции. И такой тихой цапой. В двенадцатом году двенадцать с половиной, затем тринадцать, с хвостиком три года подряд, четырнадцать, ну, вот началась СВО, пошли определенные подвижки, и вот резкий взлет. В двадцать втором году уже двадцать восемь триллионов рублей. И в двадцать третьем это оценка, тридцать четыре триллиона рублей отправленные инвестиции. То есть какая-то подвижка пошла. Дальше идем. Ну вот, предположим, появились какие-то деньги, где-то какие-то вопросы решены. Инвестируется производство, покупаются станки. А кто будет на этих станках работать? Работать-то некому. все эти десятилетия линия буржуазного государства была, по сути, по уничтожению системы профтехообразования, да и вышел тоже. Те 30 лет. Ну вот, последний год, где-то, ну так, надо, последний год мы видим позитивную тенденцию. Вот я по характеру своей работы езжу по ряду колледжей, сейчас ПТУ называется колледж в основном, где готовят рабочих разных специальностей. Вижу две тенденции. Первое, рост приема, понятна, нехватка рабочих. Второе, появились новые специальности, которых не было. Даже такой яркий пример. Значит, в нашем городе был колледж очень крупный, который имел название Банковский колледж. По названию можно догадаться, каких специалистов он готовил. Я только смотрю, что-то исчез Банковский колледж. Теперь он называется колледж автоматизации производства. Я думаю, это позитивная тенденция, поскольку по списку специальностей там появилось то, что требуется производства. Тем более, переход на двух- и трехсменный график работы. Здесь тоже противоречие. Ведь одно из условий развития это рост производительности труда. Вот, пожалуйста, еще одна статистика. Она печальная уже для российско-буржуазного государства. С 2012 года то вверх, то вниз. В 2019 году на 2,4% выросла производительность труда. В 2020 году упала на 4, в 2021 выросла на 3,9%. В 2022 опять упала на 2,8%. То есть никакой системной работы по росту производительности труда в нашей стране нет. Так, идем дальше. Ну и проблема, которая... А, да, я извиняюсь, я один вопрос по источнику финансирования не сказал. Ну, что касается экспортеров. Основной вид расчета валюты, то есть те валюты, которых производились расчеты российские экспортеры, вот я думаю, ни для кого не секрет, две только валюты, либо доллар США, либо евро. Но в последний буквально год такие существенные подвижки. Я, по-моему, на одной из лекций проводил пример, два крупных государства, Российская Федерация и Китайская Народная Республика. Крупные государства, которые находятся в конфронтации с ведущим империалистом Соединенных Штатах Америки. Так вот, порядка 85% расчетов экспортно-импортных между Россией и Китаем осуществлялись в долларах США и евро. Удивительно, непостижимое дело. Ну, как мы можем себе представить, скажем, в годы Великой Отечественной войны, скажем, СССР торговал с Индией, с Монголией, использовал в расчетах немецкие рискмарки. Ну, дикость. Вот такое было. Но ситуация здесь сдвинулась с места. И сдвинулась она в том числе не от хорошей жизни, поскольку все, так сказать, наши предприятия многие важные банки попали под американские европейские санкции. Ну, во всяком случае, вот статистика такая. Причем, как-то хитро вот наш Росстат, он не по странам, а по континентам, так укрупненно, как средняя температура по больницам. Ну, ладно, Азия. Если в 2020 году вот в этих валютах государств недружительных осуществлялось 76% расчетов экспорт товаров российскими компаниями, то в марте 24-го года только 15%. И в общем-то, везде снижение, за исключением Африки, по-прежнему 43,5% расчетов осуществляется доллар США, евро, фунт, индустрилингов. Но даже и в Европе удивительное дело, вот торгуем с Европой почти 30%, ну, очевидно, это евро. Хотя, мы знаем один пример, но он какой-то такой вот, так вот, хикость-накость, когда было принято решение, что европейские страны за российский газ будут расплачиться в рублях. Я вот думаю, ну, как это так? Там поднялся, конечно, шум, гам, возмущение, но нашли якобы компромисс, по-прежнему они платят евро, доллары США, просто они поступают в наш банк российский и Газпром, и здесь конвертируются уже в Россию, в Газпром банки в рубли. Как бы формально правила соболели, хотя на самом деле это не так. Так, идем дальше. Ну что, ключевая ставка центральный банк. Вот величайшая проблема, которая вот все 30 лет была, так и есть. То есть, ключевая ставка это такая ставка, от которой зависят ставки кредитования коммерческих банков. Если капиталисты хотят вот буржуазное государство России, стимулировать развитие, как они вот с высоких трибун говорят, частные инициативы, инициативы предпринимательские, на чем она основана? На кредитах. Кредиты должны быть по низким ставкам. Нет, делать все с наоборот. Вот. 19 процентов. У нас в городе издается такая газетка, орган деловых кругов Санкт-Петербурга. Называется Делово-Петербург. Вот даже они не вытерпели. Вот такой сделали зарисовочку. тяжелая ноша. Здесь рабочие несут какие-то балки, еле прибиваясь. А здесь вот такая приписка. В условиях высоких ставок, имеется в виду ключевой ставки или ставок коммерческих банковских кредитов предприятиям. Значит, предприятия вынуждены сокращать инвестиции. Прямая речь. Генеральный директор НПО специальные материалы пишет Получается, что производственники не имеют возможности кредитоваться. Ну, когда им задавали вопрос, что вы ждете от повышения ключевой ставки? Генеральный директор АО машиностроительный завод Армолит. Повышение ключевой ставки отразится на производственных планах промышленников исключительно негативно. И так далее. То есть, вот что говорят производственники. Производственники капиталисты неважно. Они занимаются производством, услугом. И какая логика? Логика непонятна. Вот с трибуны они заявляют, что повышая ключевую ставку, они как бы уменьшают спрос на кредиты и борются с инфляцией. Но инфляция-то у нас не уменьшается. А что происходит? Вот центральный банк поднял ключевую ставку в 19%. Соответственно, коммерческие банки подняли свои ставки по кредитам предприятия. Тоже. Чуть-чуть выше. Это будет 20%. 21-22. А что делают предприятия, которые взяли эти кредиты? Они же проценты по кредитам, ведь кроме того, что вернуть кредит, надо еще проценты платить. Повышенные. Эти повышенные проценты закладываются автоматом. Вы попадают в цену производства и ту цену, по которой он продается производства. То есть цены будут расти от этого. Ну, вот такие дела. То есть получается, субъективно не знаю, глупость не глупость, а объективно вот эти тенденции, эти деятели, они играют на руку. Кому? Тем, с кем идет война, специальная военная операция. Дальше прогрессивная шкала налогообложения, доходы физических лиц. Ну, тоже известная проблема. Кстати, об этой проблеме писал еще Владимир Ленин, очень хорошо известной работе «Грозящая катастрофа и как с ней бороться». Он писал «Одна из мер, которые лежат на поверхности, легко принять и надо сделать в жатную временную правительство». Кстати, тогда это было сделано. Значит, у нас три десятилетия ничего не делали. Ну, наконец, на 2% подняли. Ну, было 13%, а вот уже в этом году у нас действует ставка для доходов. По-моему, в случае 5 миллионов рублей, то 15% на 2%. Значит, какой смысл поднятия введения прогрессивной шкалы налогообложения? Вроде бы как на кого накладывать дополнительно нож? Ну, на богатых людей, на капиталистов, получают большие доходы. Но смысл-то очень простой. Ведь эти деньги, дополнительные деньги, куда поступают? Ну, от частных капиталистов уходят, выступают в общий карман этих самых капиталистов. Потому что государственный бюджет, это же их общий карман, общая казна. А оттуда снова идут обратно этим же капиталистам. но уже под какие-то цели необходимые буржуазному государству. Повысили, значит, на 2%. Вот мне на глаза попался доклад Минфина российских организаций. Вот они пишут, что результат следующий. Повышение НДФЛ коснулось только 3% населения. Ерунда какая. Самый богатый. Они не заметили. И ожидаемые дополнительные доходы в 2024 году 180 миллиардов рублей. Это только на 2%. А надо поднимать до 50 до 60 как в странах наших конкурентах Франции, Швеции и так далее. Это бы дало порядка 3,6 триллиона рублей. Вот пожалуйста источник перевооружения производства строительства новых заводов и так далее. Ну что надо подходить к концу. Что мы видим? Мы видим противоречивость линии действий буржуазного государства, российского буржуазного государства. И эта противоречивость она заложена в объективных противоречиях самого капитализма. Вот если мы откроем работу Владимира Ленина империализма как высшая стадия капитализма, вот он очень красочно ярко об этом рассказал. Капитализм тоже развивается. Вот он проходит стадии начинается с товарного производства, затем капитализм свободной конкуренции, затем монополистический капитализм, государственный монополистический капитализм. Вот эта объективная тенденция прогрессивная связана с обобщислением производства, с его укреплением концентрации и централизации. Это с одной стороны. Но другая тенденция тоже есть. На какой бы стадии развития капитализма не было, у него основа все равно товарное производство. Никуда на этой основе не денется, пока он существует. Вот только когда не будет капитализма, все это исчезнет. И вот в это объективное противоречие оно выражается в чем? Мы знаем положение историческому терроризму общественное бытие определяет общественное сознание. Вот если положение такое противоречивое, соответственно, в головах правящего класса, вот такие противоречия. Есть носители той тенденции, которую тащат назад туда, есть носители противоположные, есть даже по фамилии звучали. Вот это первое. Второе. Вот какая должна быть линия рабочего класса, рабочей партии? Вот идут споры, конечно, в левую, там около левой печати. Я думаю, мы должны рассуждать очень просто, ставить вопрос таким образом. Сохранение российского государства, оно буржуазное, оно объективно в интересах рабочего класса или нет? Я думаю, что да. Потому что иная ситуация, когда Россия будет раздорвлена на какие-то мелкие кусочки, рабочему классу будет гораздо труднее решать свои задачи. А что делать? Вот у нас в газетах написано, я приведу простой пример. Нет худа без добра, у нас возобновили военный производство во всяком случае, работают, набирают людей, рабочих, две, в три смены работают, у нас тираж газеты потихоньку растет. И вот есть в городе Владивосток такой дальзавод, это крупное судостроительное предприятие. У нас сейчас такой принцип распространения газет, ну, поскольку их пока немного номеров, тираж все-таки не миллионный, исключительно целевое распространение на проходных заводах. есть у нас корреспонденты, энтузиасты, которые этим занимаются, там 6-6-30 стоят у проходной распространения. И вот пример этого года. Ну, в прошлом году, по-моему, там 300 газет, в этом году 477 газет, следующий поход 500 газет, и вот последний номер уже 600 газет. О чем это говорит? Ну, понятно, что объективно увеличится количество рабочих. Рабочий класс это та единственная сила материальная, которая способна совершить переворот капиталистическом способе производства. Соответственно, наши возможности работы увеличиваются. Спасибо за внимание. Да, спасибо. Вопросы? Вопросы есть? У меня есть вопросы. Можно, да? Можно пояснить, что это прибыль 50%? Это откуда вы? Что это такое? Еще раз. Понятно. Амортизация понятна. Прибыль за 2007-2023 год российские капиталисты и коммерческие предприятия получили прибыли 217,8 триллиона рублей. Это данные официальной нашей статистики. Вот я написал. 217,8 триллиона рублей. Ну, 20 это за вычетом налога на прибыль. Это чистая прибыль. В 23 году 30 и 60 и так далее. Куда эта прибыль идет? Ну, часть прибыли капиталисты должны использовать на удовлетворение своих потребностей. Правильно? Они должны покупать дворцы, самолеты и прочее. У них потребность такие большие. Но нас не рисуют. А часть прибыли должна идти на накопление. Потому что единственный источник расширения капитализма самих капиталистов это накопление. В науке называется капитализация части прибавочной стоимости. Накопление не в смысле накопить, пока романом рассовать и искать лежать. отправить на производство то есть часть прибыли на приобретение новых средств производства и рабочей силы. То есть на расширение производства. Сколько нужно? Ну норм накопления называют цифру 20%, 25% если скажем спокойная обстановка государства разница. А мы не мы а Россия отстает значительно. Поэтому накопление то есть на расширение производства нужно отправлять это расчеты не мы это расчеты наших экономистов. не менее 50% вот этой прибыли. Соответственно производство должно идти вся амортизация 100% и как минимум половина может даже больше этой прибыли. То есть вот эта сумма 202 дальше уже проще. Понял. И второй вопрос. Некоторые псевдореволюционные такие пацифисты утверждают что поражение России и распад России на несколько частей выгоден рабочему классу. Почему? Потому что в Иржазе ослабнет тем самым и рабочему классу легче будет провести какие-то революционные преобразования в какой-то части. Чтобы вы на это ответили. Сталкиваемся с таким и с как минимум две ошибки они совершают. Первое. Если Россия будет разделена на части то российские капиталисты понятно слабут. Но на их место придут более мощные капиталисты а именно американский финансовый капитал которые часто мощнее их приспешники и попробуют бороться с американским финансовым капиталом это тяжело во-первых во-вторых так российские рабочие тоже будут разрублены а ведь сила рабочих в чем? В организации и объединении ну вот у нас примеров сейчас много много энтузиастов активистов которые пытаются на предприятиях поднять рабочих если он один ну последствия очень не печальны они понятны его сразу увольняют причем без разницы какие причины даже когда нет причин просто увольняют потому что капиталисты они умные они понимают что если через год восстановят этого активиста я ему выплачу миллион рублей или полтора или два а если он поднимет коллектив и они добьются победы я буду вынужден сел свои тысячи и платить там 100 миллионов то есть сел это рабочих в организации поэтому ответ-то простой вот рабочий класс России он где будет более мощный где будет ему легче совершить свои задачи реализовать крупному государству либо государству которое будет разорвано на многие другие мелкие кусочки я бы так ответил спасибо значит у нас записались на выступление товарищ Чижевский пожалуйста мы видим недостаток квалифицированной рабочей силы и другие недостатки я хочу еще напомнить о таком фундаментальном недостатке который которым россияне и вообще это новообразование Российской Федерации сделали себя фундаментально неконкурентоспособными они ликвидировали советскую школу и их школа она ну делает дураков и верующих этим эта публика она не может просто умственно противостоять конкурентам хоть и при капитализме поэтому нужно помнить что не только вводить профессиональное обучение но и школьное фундамент не забывать спасибо больше записавшихся на выступления нет заключительное слово нельзя объять необъятное я согласен с вами за дополнение ну во всяком случае значит что мы видим мы видим то что определенные изменения идут объективные в нашей экономике и соответственно в головах и в действиях российского правящего класса ну вот я хочу так сказать есть у Ленина такая мысль ставшая крылатой ну понятно что мир противоречив противоречие является источником самодвижения всего в обществе и в природе а противоречие это единственная борьба противоположностей так вот борьба это абсолютно а единство относительно релятивно ну вот в отношении борьбы которую ведет российское буржуазное государство с американским фашизмом внешней политики с бендеровщиной ну вот это тот момент который является ну наверное единством хотя классовая противоположность между рабочим классом буржуазии она никуда не делась она сидит там глубоко только исчезнет тогда когда рабочий класс свершит свою историческую задачу все спасибо спасибо товарищи так объявление следующая лекция состоится ровно через неделю 24 октября тема лекции о текущем моменте и задачах коммунистов ведет занятие первой секретарь ЦК Ротфронта Виктор Аркадьевич Тюлькин «Музыка» 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 Продолжение следует...